Если вы хотите знать, как самп на андроид открывает уже пятый сервер, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим по нашей уже сложившейся традиции, которую знает каждый и который, безусловно, наверное, проматывает каждый человек, смотрящий данный видеоролик, как Arizona Ролиплей Феникс. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся эксклюзивная информация касательно меня, моего канала, а также ваших любимых самп-обзоров. Ну а мы начинаем. У меня было много роликов про мобильный GTA Самп, про самп на андроид, про, как я думал, мол, самп мобайл. Но оказалось, что самп мобайл это проект небезызвестного Андре Сукры в узких и больших таких, знаете, или кругах. Но сегодня мы поговорим не про сервер Андре Сукры. Не, ну мой самп мобайл вообще заебись. А если еще машину сесть и при регистрации ввести промокод хэштег похищения, то вообще вам там дадутся все привилегии и все бонусы. Поэтому заходите, как бы все будет заебись. Потому что у него там вроде как то ли один, то ли сколько-то там еще серверов. Это нам не особо интересно. Есть один мастодонт данной, так сказать, сферы всех вот этих вот проектов. А именно это Сантропе. То есть название такое, знаете ли, немного, наверное, троллище Сантропе. Хотя, возможно, вполне возможно тут к Сантропе это все вообще не относится. Это относится к штату Колорадо в Америке и названо это все в честь него. Но давайте не будем обо всем этом. Я уже много раз рассказывал про то, что вот самп на андроид, он уже, знаете ли, наступает на коленки настоящему сампу. Потому что аудитория телефонов, она самая вообще в принципе большая. Потому что телефоны, они в принципе есть у каждой семьи. Даже какие-то слабопроизводительные, они все равно там есть. Главное, чтобы чисто там, знаете ли, место у вас на телефоне было, куда вы могли загрузить GTA San Andreas. Вот этот вот весь мобильный и все. Как бы больше вам абсолютно точно ничего не нужно во всем вот этом вот самп андроиде. Но ладно, ладно, мы сегодня говорим не про это. То есть совсем недавно я говорил про то, что там, я не знаю, Сантропе открывает третий сервер. Потом он там открывает четвертый сервер. То есть сейчас он уже открывает пятый сервер на пандемии всего вот этого вот коронавируса. Когда все люди сидят на карантине, когда во многих странах вводится комендантский час. Во многих, возможно, там, я не знаю, в городах, штатах тоже нечто подобное будет вводиться. Пока что я никакой дезинформации вас вот вводить не буду. Да и вообще мы сейчас говорим немного не про это. То есть когда онлайн абсолютно точно везде возрастает, потому что все сидят дома. Разумеется, нужно открывать еще один сервер. При том, что остальные у тебя там серверки забиты. И ты типа такой, ну в принципе, ну а почему бы и нет, да. То есть одним сервером больше, одним сервером меньше. Как бы попробуем, посмотрим, как там все вот это вот как раз таки будет к нам благоразумно. Или наоборот там, в общем-то, ладно. Давайте обо всем этом попозже будем. Так вот, топ-1 проект в вот этом вот мобильном самп на андроиде. Сантропе, ну типа мобильное оно так есть. Ладно, в общем-то, давайте без тавтологии. В общем-то, он открывает пятый сервер и там появляются экспериментальные штуки. То есть впервые. То есть проект называется Special, то есть специальный. Если я правильно, конечно, перевожу весь английский сленг. Вот. И там появятся, ну допустим, к примеру, новые интерьеры и модели автомобилей высокого качества. Игран на таком сервере будет сильнее нагружать телефон, потому что нужно загружать много интерьеров. Там вот эти вот, знаете, высокого качества машины, которые постоянно ездят туда-сюда. И вам нужно будет уже какой-то там, знаете ли, серьезный телефон. Не за 5, не за 8 тысяч рублей, а уже, знаете ли, за 11, возможно, за 15 тысяч рублей. С каким-нибудь там, я не знаю, Qualcomm и Snapdragon и всем прочим. В общем-то, то, как будут выглядеть эти интерьеры, вы сейчас можете наблюдать на своем экране. Вот. И, как лично мне кажется, то есть интерьеры достаточно сильно, вот эти вот два скриншота, они достаточно сильно похожи на дом Диаза из Vice City. Возможно, я могу ошибаться, но вот какое-то такое, знаете ли, общее впечатление со всего этого складывается. Возможно, они вдохновлялись именно вот Vice City. Да, ничего другого сказать не могу. И, кстати, еще я тут заметил, что есть микрофончик. Неужели на мобильные вот эти вот GTA-сампы, мобильные GTA-сампы, вот эти вот андроиды ввели тоже голосовой чат? Потому что не так давно его только ввели вот на некоторые сервера GTA-сампы на компьютере, а тут уже что, на мобилке он присутствует? Но это, я извиняюсь, вообще уже. То есть там, наверное, нужно будет разрешить доступ к микрофону для вот этого, знаете ли, андроида, сампы мобайла и вот всего-всего прочего. И, кстати, вот меня немного удивляет все это. То есть, Сантропе, топ-1 проект в мобильном вот этом вот во всем GTA-сампе. Большое количество денег у них, я уверен, что дети туда несут просто колоссальные деньги. И они как-то не могут пропихнуться вот в Google Play. Почему так происходит, непонятно. То есть, возможно, потому что был уже один такой проект, и он до сих пор, по-моему, есть в Google Play. Я даже сейчас, пока буду вам что-то рассказывать, я зайду в Google Play и посмотрю, есть ли там этот самый приложение. Да, и оно до сих пор доступно, чтобы вы понимали, Flynn Launcher оно называется. И через него можно зайти на вот этот вот, знаете, самый скандальный мобильный проект. То есть, Flynn Roleplay, который там даже что-то Андрес Укрес с ним конфликтовал когда-то. Из-за его вот этих вот, знаете, всех рекламных манипуляций. Так вот, в общем-то, Flynn Mobile, он, в общем-то, так и получается. Почему Flynn Mobile получилось протиснуться в Google Play? А вот Сантропе с его огромнейшими бюджетами не может сделать ничего подобного и пятью серверами. Но почему так получается, я до сих пор не особо всё это понимаю. Однако, вы можете поделиться своими предположениями в комментариях под данным видеороликом. И тогда там будет всё замечательно. IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok